Как работает экспедитор в сфере грузоперевоза, какими инструментами пользуется, как происходят все процессы в сегодняшнем выпуске. Приветствую, меня зовут Евгений Лебедь, мы помогаем развивать транспортные компании. В данном выпуске мы поговорим о том, как выглядит рабочий день экспедитора в сфере грузоперевозок, как он общается с клиентами, как он общается с подрядчиками, собственно, как он проводит свой весь день. На что акцентирует внимание и, конечно же, какими инструментами он пользуется в работе. В первую очередь я предлагаю пройтись по регламенту, то есть в течение дня, какими задачами он занят. Это то, что касается задач, которые происходят практически каждый день. Естественно, происходят какие-то форс-мажоры, нестандартные ситуации, но объективно это 70% рабочего времени занимает эти задачи. Подписчики YouTube-канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Итак, давайте посмотрим. Перед глазами у нас регламент рабочего дня экспедитора в грузоперевозках. Рабочий день он начинает, конечно же, с подготовки к рабочему дню и анализ плана на день, потому что в целом он понимает, что ему нужно сделать сегодня. Расписать это может ручкой, может быть каким-то программным обеспечением. То есть это уже зависит от того, как внутри компании настроены процессы. После этого он делает актуализацию транспортных средств для своих клиентов. Может это происходить в телефонном режиме, может быть это по датчикам GPS, в зависимости от того, какие инструменты есть в его компании. После этого он отправляет данные клиенту, и клиент, приходя на работу, видит статусы по автомобилям. Возможно, эти машины уже на выгрузке, может они проходят границу, может они подъезжают к точке выгрузки, или может что-то с ними произошло. Это очень важный элемент, потому что в таком случае клиент не перезванивает экспедитору в течение дня. Например, он может вести одновременно 10-20 машин. Посчитайте, в день 20 звонков из разряда, а где машина, а когда она будет. То есть в таком ключе мы заранее убираем эти 10-15 звонков, которые экспедитор потом делает и, собственно, отвлекается от своих задач. После этого экспедитор приступает к поиску заявок, которые есть от клиентов. Соответственно, он созванивается с клиентом, или же связывается по другим средствам связи, чаты, скайпы, еще что-либо, так, как уже заведено с конкретными клиентами. Соответственно, он реализует уже конкретные заказы для клиента. Это может быть заявка с Польши, с Италии, с разных стран, в зависимости от того, какие есть потребности у конкретного клиента. Как это выглядит? Конечно же, есть внутренняя база компании, с которой работает экспедитор, или же своя база, которая находится в большинстве случаев в телефоне. Но, скажу откровенно, правильнее для работодателя держать данную базу в системе ERP или CRM. Соответственно, после этого, если он понимает, что у него нет своих перевозчиков, он может использовать любые транспортные платформы. Мы сейчас говорим о экспедиторе, который работает на территории Украины, поэтому в большей степени это платформа Lardi Trans или Dela. Если же это Россия, это АТИ, Польша или Евросоюз, это, опять же, TransEU или же Timacom. Мы рассмотрим пример на Lardi Trans, хотя, скажу откровенно, модели принцип работы очень похожи. Соответственно, предположим, у нас есть клиент, который хочет сделать доставку, например, пусть это будет Италия и Украина. Мы заходим в Lardi, выбираем транспорт, поиск и, соответственно, показать. Таким образом, мы увидим актуальный транспорт, видите, который есть у нас в разных, собственно, регионах. И мы видим здесь или запросы стоимости, или же, сейчас мы посмотрим, есть уже конкретные заказы. Давайте будем смотреть, что у нас так, чтобы сделать звонок. И он был у нас максимально продуктивным. И я мог показать вам его как пример, потому что все мы делаем в таком режиме максимальной симуляции, чтобы вы видели этот процесс. Окей. Ну, давайте, вот есть, например, загрузка. Милан или Верона, Киев, его 20-тонник. Итак, делаем звонок. Татьяна, добрый день. Добрый день. Смотрю, у вас есть машинка в Италии, в Милане. Так. Вы только на Львов можете ехать или на Киев тоже? Не, на Киев, да. На Киев, да. А сориентируйте, у нас продукты питания, это консервы без режима. Но клиент хочет, чтобы все-таки был рефрижератор без режима, для безопасности, ну и, скажем так, надежности. Сориентируйте, по чем готовы ехать? С Милана? Что, что, еще раз? С Милана, да. Милан, Милан, Киев, да. А на кой у вас загрузишь? У нас загрузка где-то через 3 дня, клиент, как бы, уже скажет, что будет готовый груз. Но, в целом, он готов подождать и подстроиться. Ну, у нас машинка будет выгружать до 25. Можем даже 25 из загрузки. Да, в принципе, предварительно подходит. Мне нужно согласовать, но, как бы, мне на данный момент нужен диапазон цены, чтобы согласовать ее, и потом вернуться к вам, если все подойдет. Ну, смотрите, мы то возьмем на вставочку 2-4, так мы. У меня не на Милане, у меня будет машинка в 44. Ну, так переехать можно до Милана. Я понял, то есть недалеко. Еще раз, вы сказали 2-4, да? Да, 2-4, это как мы ездим по Беново замок платить. Но в отличие, если я поеду, мы не грязь в консервы. А какая-то форма платы? По безналу. По безналу, да, да, отлично. А мы в течение недели платим, это комфортно? Да, отлично. Тогда, смотрите, я уточню, когда уже будет конкретика по дате, перезвоню вам, если все подойдет, заключим заявку, до горы поедем. Да, у нас два водителя, а дэдзом я не буду. Что, еще раз? За таможка дэбу, да? Все по местам. По местам, да? То, у нас там два водителя, может, даже, если мы висторик загрузились, там, может, даже, ну, на пятницу бы выбить киеве. Угу. Татяна, не буду вам обещать, потому что пока 100% не владею информацией, давайте, будет конкретика, потому что, сами понимаете, вас обманывать ни в коем случае не хочу. Поэтому, сейчас узнаю предварительную информацию, как будет конкретика, уже к вам вернусь, если все получится, посотрудничаем. Хорошо. Хорошего у меня, до свидания. Угу. До свидания. То есть, в таком случае, что мы видим, что есть конкретные автомобили, которые планируют уже где-то выгрузиться. Есть конкретные квадраты, то есть, квадраты, это регионы в Италии, почтовые департаменты, где находятся автомобили, то есть, это не привязка к городам, а к департаментам. Ну, это отдельная история, возможно, когда-то про это сделаем выпуск. И, соответственно, мы видим, что у нас есть какой-то груз, который мы хотим увезти. Для примера, мы взяли консервы, да, и тому подобное. И что мы сделали? Мы уточнили, какая есть стоимость, какие есть ключевые первые этапы для того, чтобы начать сотрудничать. Если у нас был бы конкретный груз, и клиент нам говорил, предположим, 2500, то мы бы подтвердили данную машину 2400. Они готовы, собственно, подписать заявку, мы отправляем им договор-заявку. Мы согласовываем, если наш договор им подходит, и заявка, мы подписываем. И, соответственно, после этого уже происходит процесс доставки. Автомобиль приезжает на загрузку, мы актуализируем информацию для клиента, и уже происходит процесс доставки груза по конкретному клиенту. Но мы уже не будем рассказывать детали процесса доставки груза. Это, опять же, не то, что мы сегодня планировали сделать в этом выпуске. И, соответственно, в таком ключе происходят диалоги, торги по заявкам, по грузам. И, исходя из этого, уже экспедитор находит транспорт под запросы своего клиента. Помимо этого, естественно, когда уже выполнены заявки, у экспедитора есть такая задача, как расчет стоимости. Потому что клиент, обращаясь к экспедитору, каждый раз может делать новые запросы по маршрутам. Сегодня этот клиент везет продукты питания с Италии, завтра с Венгрии, послезавтра с Испании. И, естественно, нет какого-то единого тарифа, ввиду того, что меняется рынок, могут быть разные грузы, разные тоннажи, разные виды автомобилей. И нет какого-то единого тарифа, поэтому каждую стоимость экспедитор просчитывает клиенту. Соответственно, эти просчеты тоже делаются в течение дня, потому что для клиента важна эта цифра, иначе его проект, который у него есть, например, он что-то купил или продал, ему нужно понять затраты на транспортную часть. Естественно, если проект складывается, он работает и заказывает транспорт по доставке его товара. Соответственно, здесь уже нужно понимать, что есть обеденное время, все мы люди, и любой экспедитор в грузоперевозках тоже должен питаться. Мы сторонники того, чтобы диспетчера и экспедиторы в грузоперевозках операционную работу выполняли до 4.30. Объясню почему. До этого времени, как правило, все клиенты, все транспортные компании, экспедиторы, они, соответственно, распределяют заявки, и уже после 4.30 операционной работы практически нет, и это время нужно продуктивно использовать. В нашем случае мы рекомендуем, чтобы диспетчера и экспедиторы, да, они выполняли функцию, такие как заполнение договоров, проверка документов о транспортных компаниях, подготовка документов клиентам. То есть это довольно тоже большой труд, и он должен выполняться такой детальный, очень кропотливый. И когда вы делаете звонки, переговоры, это очень непродуктивно. Или вы делаете одно, или вы делаете второе. Конечно же, к концу рабочего дня нужно все это заполнить в систему отчетности, в ERP-систему, где вы указываете конкретные автомобили, конкретные грузы, то есть все нюансы и особенности по конкретной перевозке. Потому что когда у вас 5-6 перевозок, конечно, это удобно в Excel-файле, но когда это уже объемы большие-большие-большие, вам нужно эту аналитику сводить, вести историю, цифры, формировать базы данных, и однозначно это очень важный нюанс. И тоже кропотливая работа, поэтому ее лучше выполнять вечером, то есть уже туда после 5. Ну и, конечно же, к концу рабочего дня нужно подвести итог, подготовить отчет для руководителя, то есть какие заявки реализованы, какое количество запросов было сделано, для того, чтобы он мог подвести итог к концу вашего рабочего дня. В принципе, сегодня мы разобрали ключевые базисные вещи, чем занимается экспедитор в грузоперевозках. Конечно же, мы не можем за весь выпуск рассказать все детали и нюансы, но если тебе интересно что-то узнать о работе диспетчера или экспедитора в перевозках, напиши это в комментариях, какие вопросы тебе интересны с этим видом деятельности. Также поставь лайк, подпишись на канал, таким образом мы узнаем, что тебе нравится такой контент и будем продолжать снимать видеоролики в таком же духе. Рад, что посмотрел это видео, до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова